Следующий метод, который может также указывать на близкое нахождение воды в грунте, это уже с помощью наблюдения за поведением животных, птиц, насекомых. Давайте рассмотрим только некоторые из них, потому что их слишком много. Первый – это конь, когда хочет воды, нюхает землю и бьет копытами там, где чувствует наличие влаги. Часто тоже наблюдали, когда собака, испытывая жажду, начинает копать землю там, где чувствует воду, да и не только для этого, часто скрывается от жары в тех местах, выкапывая себе какую-либо яму. Над водильными жилами избегают лежать собаки, а вот кошки делают наоборот. Курица не сядет и не станет нести яйца в том месте, где высоко стоят грунтовые воды. Гуси же как раз несут яйца на пересечении водяных жил. Это тоже можно пронаблюдать и увидеть такую ситуацию. Еще один момент – это рыжие муравьи сооружают свои кучи с учетом расположения воды. Где она близка, там их просто-напросто нет, и муравейника вы не найдете. Бьющиеся столбы комаров, мошек после захода солнца показывают, что здесь под землей должна быть близко вода. Ну и мыши на влажных местах устраивают гнезда именно на ветках, деревьях или в бурьяне, только не в земле. То есть туман, стелющийся после захода солнца – это примета близкого состояния грунтовых вод в этом месте. Я думаю, вы наблюдали картину, когда именно в углублении каких-либо мест утром на восходе может стелиться туман. Далее – это также наблюдение, если утром выпадает роса там больше, где вода ближе подходит к земле. Роса образуется потому, что чем ближе вода подходит к земле, тем лучше она охлаждается, и при охлаждении уже на поверхности земли из воздуха образуется именно конденсат. Над водоносным слоем перевернутая банка или горшок обязательно покроется росой, пучок соли намокнет в сухую погоду. Вот такие вот природные признаки. Субтитры создавал DimaTorzok